Я говорю, как здоровье, Гуру Дев говорит, я всегда молодая девушка, все хорошо, мне всегда все хорошо. Когда я был в своем теле, я был стариком, а теперь я всегда молодой. Я не имею болезнь, нет проблем. Никаких проблем, никаких болезней нет. Джай. Мои сенсы были в моем контроле, но все еще не было. Я говорю, что я думаю, что когда я буду стараться, я буду контролировать мои сенсы, но все еще не было в моем контроле. Говорит, что я Сунити уже говорил, что всегда в молодости думал, что вот стану стариком, и очень станет легко чувства контролировать. Но не тут-то было. Говорит, вроде я старый, а чувства вообще не могу контролировать. Единственный путь, говорит, только предаться, иначе ничего, говорит, невозможно контролировать. Ничего мы не можем контролировать, нам нужно только предаться. Единственный путь. Я вижу, что все вы, вы все были в молодости. Я был в школе. Я думаю так, что я думаю. Я думаю, что это было. Слушай, Гурюдев, это было. Ты, ты так молодой, я должен принимать эту decisу, это ваша жизнь. Ты принимал эту decisу, я не могу принимать эту decisу. Какая решение, Гуру Дэв? Я говорю, что вы все такие молодые, и вы уже приняли решение однонаправленное к Свамине. И мне стоило тоже в вашем возрасте уже принять это решение. Я горд за вас. Горжусь вами, что вы приняли это решение в таком раннем возрасте, молодом. Вы говорите, что моя надежда, вы питаете меня энергией. Действительно, я говорю это так. Я горд за вас. Я горд за вас. Я горд за вас. Когда я говорю, что мы пойдем к Кришнамрита. О, Сунити, это было в последний раз, в этот раз. Да, но ты сказал мне, я знаю, но ты сказал, что я должен читать это снова. Я сказал 16, может быть, потому что в последний раз мы взяли следующий раз, в самом начале. Когда же я увижу Радху с ее очаровательным характером, застенчиво смотрящую вниз на свои пальцы ног. Когда она издалека замечает луноподобное лицо Кришны. Когда издалека она замечает луноподобное лицо Кришны, царя наслаждающегося, и которая затем идет к нему, позванивая ножными колокольчиками. Застенчивая Шри Радха. Шиам услышал от попугая, что Радха пошла на ямуну принять омовение. Подоив своих коров, Кришна отсылает своих пастушков под предлогом желания полюбоваться красотой садов холма Нандишвара. И идет на берег Ямуна. И идет на берег Ямуна. Свамини, с совсем небольшого расстояния увидела луноподобное лицо Расикендры. Сначала, увидев темные воды Ямуны, она была взволнована волнами страстных чувств к Шиамасундаре. Но теперь она непосредственно увидела луноподобное лицо своего возлюбленного. Свамини тогда украсилась двадцатью баваланкарами или эмоциональными украшениями. Один из которых Виласа. Свамини Now comes one verse that is explaining more. Вуджвала Нилама не объясняется, что такое веласа. Когда шаги, манера сидения, её лицо, глаза становятся экстраординарны, потому что влюблённая встретилась со своим возлюбленным. Это называется веласом. Обычно Гурудеф, слово велас, это когда они встречаются, это игры. Но здесь новое значение раскрывается этого слова. Это все приходится в Веласе. То есть, эти ощущения, что Шримати Радика, когда она идет к ее Беловеду? Нет, первое ощущение, когда она идет к ее Торнею. Ачана. Радика. Радика. sorry i have some internet interruptions i don't know please can can we repeat this this line about feelings so when the steps the sitting posture the face and eyes of the beloved become extra special because she meets her lover it is called villas villas это когда шаги манера того как она сидит лицо глаза возлюбленного приобретают какую-то удивительную природу потому что возлюбленная встретилась со своим любимым и это называется villas и я спросила что villas мы слышали и другие объяснения этого слова но здесь раскрывается как бы рафинируется да значение более глубокое что такое villas и грудев сказал да что это villas она начинается с этого застения с чувства застенчивости радики когда она смотрит на пальцы своих ног нерешительности и в Продолжение следует... Продолжение следует... Кришна, он так привлечён Радикой, её нерешительностью, и вот эта виласа, вот эта игра, эмоциональное украшение, оно призвано привлечь его и заворожить его, когда он видит, как она нерешительна перед ним, как она смотрит на свои пальцы ног. Как привлечь возлюбленного? Только сладостью и смирением, нерешительностью. Это создаёт в сердце возлюбленного притяжение и ощущение сладости от своей возлюбленной, тогда он становится привлечённым. Смирение и сладость привлечёт. То есть сладость, смирение само по себе сладость, поэтому эти два качества привлекают. Продолжение следует... 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 И это сладостное чувство застенчивости, любви, которую испытывает Радика, все это чувствуют в Манжаре, и они также видят десять Кришн вместо одного, то есть они чувствуют все то же самое, что и она. Очень глубокое значение. Смирение — особое качество. Любовь означает смирение. И мы привлекаемся к качествам смирения. И она так любит его и так ждала этой встречи, и казалось бы, она должна была подбежать и напрыгнуть на Кришну. Но она, устремившись к нему, замирает в нерешительности, и в этом смиренном состоянии стоит перед ним очень сладостное. Ещё раз прочитай. Ещё раз прочитай. Шри-пат. Шри-пат. Рад. Манжаре. Они хотят увидеть чудеса. Саки нет места для чувствоваться. И когда же я увижу Радху с её очаровательным характером, Горудев спрашивает, кто это говорит? Это говорит Шри-пат. То есть это говорит Манжаре. Потому что саки, у них нет на это время чувствовать, про Радху что-то, замечать какие-то нюансы. Это доступно только Манжаре, но не саки. Посмотрите, это дар, который принёс Шичитане Махапрагуна. Манжаре Бхава должна быть нашей стаей Бхавой. Унна-то Уджвала Раса, не просто Уджвала Раса, да, Гопи Бхавы, а Унна-то Уджвала Раса, это Манжаре Бхавы. Если я не буду способен чувствовать и развивать чувства, какой же смысл в этой жизни? Если я не буду способен чувствовать, то я не буду способен чувствовать это, то я буду способен чувствовать это. Садак-деха, бхазана, садак-деха, сраванам, вы можете чувствовать это. Для чего мы слушаем, как достичь этих чувств, как их развивать? Нужно слушать, нужна шравана. Тогда, слушая, мы сможем прикоснуться к этим чувствам и развить их в себе, тем самым развивая свою седадеху. Баба говорит, совершайте бхазан. Бхазан, всегда. И слушайте этих бхазан. Это все. Один параграф, два лица. Баба говорит, совершайте баджан и медитируйте на лилы, которые вы читаете. Не надо много читать, всего лишь один параграф, даже не один параграф, а две строчки. Прочитайте и совершайте баджан, повторяйте. Харинам. А вот и время, когда Крисна, как Криснан, и Крисна, как в самом начале, он начинает смотреть, не к Ем, но к Криснану, не к Крисна. Продолжение следует... 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 Это было подобно тому, как если бы сладость истекала из неё. Продолжение следует... Говиндали-ламриди это описано следующим образом. Когда Радха видит Кришну перед собой, она смущается. Её походка становится неровной. Она склоняет свою голову и прикрывает своё лицо синей вуалей. Зрачки её глаз начинают двигаться туда-сюда, а глаза сами расширяются, и она смотрит в стороны. Когда она украшается этой Бхаба Алланкарой, которая называется Виласа, и тем самым она приносит своему возлюбленному величайшее наслаждение. Что такое Бхаба Алланкара или украшение эмоциями? Это когда Радика без слов, она умеет выразить свои эмоции своему возлюбленному. Это украшение чувствами. Вы должны понимать, что это очень сенситивное и очень глубокое, глубокое, глубокое. Украшение чувствами. Вам нужно очень глубоко понять эту тему. Это очень тонкая тема и очень важная. Эти слова из Говинда Ли Ламбриты, а мой Гуру Дев сказал мне строго-настрого не прикасаться к этой книге. Это очень легкое дело понять. Еще раз прочитай. Если вы поймете, вы удачливы, а если вы не поймете, то вам нужно еще помедитировать. И тогда, тогда вы поймете. Очень медленно читай. Читай медленнее, говорит. Когда Радха видит Кришну перед собой, она замирает. Ее походка становится неровной. Она склоняет свою голову и слегка прикрывает свое лицо синей вуалью. И зрачки ее глаз начинают подвижно вращаться в беспокойстве. Так много чувств. Сколько вы распознаете? В этом моменте она склоняет истинку. Она склоняет. Так много армазий. Будь, будь, баба, нахи. Одна лица нашего Гайки Манча. Истинку любви. Она склоняет. Видишь, сколько вещей там? Преданные говорят, что это похоже на Кама Гайетри, когда Радха пускает пуш-пабана, стрелы, цветочные дротики в Кришну. Гурадев говорит, сколько вы можете здесь найти чувств, выражений чувств? И здесь Манчрия Вадхи и Кришна есть дротик. И мы приходим. Что это? Стамбург. Что ты говоришь? Стамбург. Вилас. О, это Вилас. Это Вилас. Это Вилас. Это Вилас. Материальный мир. Что вы думаете? Вилас? Не Вилас. Это Вилас для Кришны. Вот она, Виласа для Кришны. Каждый момент в его возлюбленной меняется чувство, меняется эмоция. Вот это для него Виласа. Не Вилас. 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 Триста. и ты делаешь что-то — это твой волос. Это не так. Это невероятно. Это материал, это пластик. Видите, здесь твой волос. В каждой работе, в каждой акции — это волос. Что значит волоса в духовном мире? Каждый момент — новая эмоция. Вот это настоящая волоса. Если я скажу, чтобы объяснить, в один месяц нет ни слова, чтобы объяснить, ни слова. Что они чувствуют, и что больше людей чувствуют. Дивен, разные perspectives. Can you explain this line? Sorry, I didn't catch. Манжарис can feel what they're both feeling? Both cannot. Радика feeling is Манжари feeling. И also watching. Радика, ловар, what he is doing. Watching. He is in ecstasy. Я спросила Манжари, они знают, что Рада и Кришна чувствуют? Гурадев сказал, нет, Манжари только погружены в чувства Радики, но они в то же время наблюдают за её возлюбленным, что он приходит буквально в экстаз, и он нарастает, когда он видит смену в каждую секунду её новых эмоций, её новых проявлений чувств. Сегодня я понял, почему мой Гурадев сказал мне не прикасаться к этой книге. Почему? Он сказал, не трогать Говинда Лиламбриту, потому что не имея вот этого самосознания Манжари, настроения Манжари, нельзя погружаться в эту книгу. Понимаете? Только Манжари считают, что они могут понять, что они могут понять, что они могут понять, о чём эта книга, какие чувства стоят за ней, иначе это невозможно. И они имеют право, что они имеют право, male or female no meaning for them because all they are in Siddha they have they can feel it you say Siddha what is not touching to material consciousness is it a fact right explain Suniti can you repeat please after Guru Dev first of all he was mentioning that actually for like a verse or like these expressions that have been quoted here from Govinda Lillamrita it can take months to explain each expression from the perspective of Srimad Eradika and also from the perspective of how Krishna feels and my Mandiri why you leave it well because Radhika and the Mandiri their identities are separate yes they know much each other because to Radhika Mandiri is separate than Radhika although the feelings are the same but identity always has to be separate you cannot run it when you are not separate so let me translate please let me translate this part and I have to ask Suniti to repeat to repeat for sure to understand and she started to repeat words of Govinda Lillamrita that this book is a book is a book that is so Чувства Радики, Кришны. А Гурадев говорит, почему ты про Манжари не говоришь? И так вот даже немножко разгневался. Сунити говорит, ну потому что Радика с Манжари, она же едина, поэтому у них единые чувства. Он говорит, нет, они же, говорит, не слиты воедино. У каждой Манжари своя отдельная Личность, своя вот эта идентификация уникальная. Но они чувствуют всё то, что чувствует она. Поэтому они отдельно друг от друга. Их нужно тоже упоминать. So one can go deep in all different perceptions. And Гурадев said, today he understands why he's Гурадев. Рада Говинадас Babaji told him not to touch the book. Because this book is only for those who are realised. О Манжари Бав Сиддар, Криш. They have affection in Манжари Бав. Then they can digest this book. Understand. In this sense, that there is not a physical word. And today, Гурадев сказал, что я понял, почему мой гуру Радха Говинда даст Бабаджи Махараш, почему он мне запрещал читать Говинда Лиламбриту, потому что эту книгу может понять и по-настоящему переварить только тот, кто находится, уже реализовал свою ситху, Сваруку в Манжари. Можно вопрос? Question. Конечно. Рады, рады. Ага. Такой, ну, я как бы не по-воследнему, как бы идеи, да, мысли. Я вернусь на ноготки, если можно, да. Вот когда Радхика видит десять отражений Кришны, да, и мы знаем, что она, у неё столько любви, да, что она как бы, она топит одного Кришны, это оплетает, сводит его с ума, да. И вот это не говорит ли о том, можно, ну, как бы так представить себе, что она усиливает свои эмоции для десяти Кришны. Ну, ты знаешь, как она, ну, она, она же не может по-другому, то есть она, я думаю, что её эмоции, она ещё, она их в десять раз, да, захочет увеличить. То есть если она их видит, а для неё отражение, звук, имя, всё, всё для неё Кришна, и она, возможно, вот её эмоции, да, то есть она, ой, сколько миленький, сколько тебя много, и я так чувствую, кажется мне, что, да, то есть она начнёт, она начнёт ещё больше утоплять, затопит его вот своими эмоциями, своей любовью. Поняла. Рада Говинда, Prabhu, he is sharing, he is sharing about this beautiful moment when Radhika in bashfulness, she is looking down and sees in her toenails, like in mirrors, 10 Кришна, and he is saying that probably she multiplies her love, like 10 times multiplied to rush him with her love, totally. That is the thing that 24 means 12, and 12 is Akamagaitri. Akamagaitri это 24, это 12 плюс 12. 10 times, 12 times multiply. Why 12 times, Gurudev? She has 10, 10 toenails, wife 12. Twice. So that is the Akamagaitri. Not Krishna is 24 and a half. 12 is this and 12 is this and a half is Mahjari. You see, Mahjari is also half there. I think to call my Radha Gavinda Baba. Mahjari. I said, I have to that 24 is not Krishna, it is about Radha, 12 plus 12, half is Mahjari. I have to have to have to Rada Gavinda Baba сюда подцепить и вытащить его. Я спросила, почему двенадцать, ведь десять накатков на пальцах, а Гопинат говорит, еще два глаза. Смотрят. Гопинат упомянул об этом, и вы знаете тоже, поэтому у вас ум сразу зацепился за эту идею, потому что она тоже вам близка. Половинка — это манджари. Городев — это манджари. Городев — это манджари. Городев — это манджари. 12, it's what? 12 and 12, what is this? I can't explain, yeah. Actually, I don't know myself. I'm in the picture. The calm guide has 24 and a half syllables, right? Yes, right, right. So if you divide it by 2, it comes 12 and 12, right? Yes, yes. Where is the half then to find? So half is Radha, half is Krishna, or 12 is Radha, 12 is Krishna, and half Guru that is saying is Samandari. No. Because it was said in connection with these toenails. That's why I was a little bit puzzled. Why? How it is connected? Can you also explain? 10 toenails and 2 eyes are looking, no? So 12. So Radha Rani is looking down. She has 10 toenails with her 2 eyes. So Gurudev is saying that when we meditate on the calm guide, we can use this as our meditation, as an illustration. And Kwan is also looking with two eyes, her 10 toenails. And the people are watching the entire scene. So Gurudev is saying... And Krishna is 12. And Krishna is 12. He's part. He's also part. So this is an analogy for meditation Gurudev is giving, no? Like, when we chant the calm guide, we can use this beautiful verse for our meditation. Okay, let me translate, please. Я тут созналась, что я ничего не поняла. И Гупинат объяснил, что этот стих можно, Гурudev предлагает использовать во время повторения камагайатри, для того, чтобы сфокусироваться на нужном настроении. И Гурudev говорил, да, что камагайатри состоит из 24 с половиной слогов. Это 12 плюс 12 и половинка. И одна часть, одна 12 — это Кришна, другая 12 — это Радха, половинка. Да, откуда она берётся? Он говорит, это манжари. А я спросила, а как это связано с накатками, да, 10 вот этими накатками на пальцах ног Радхики? И он сказал, что эту сцену можно использовать как медитацию, да, во время повторения, что вот получается 10 ноготков и вот эти два глаза, да, в которых вот приумножается любовь, вот эта кама, да, это любовь Радхики, Кришни. Вот. И я вот первый раз такой вот совет слышу для медитации, очень здорово. Кто более сильный? Кто говорит сильнее, кто сильнее, тот, у кого просто 12 или тот, у кого 12 с половиной? Вот в Манжари они с Радхикой, поэтому их группа сильнее, потому что у них 12 с половиной. Да, Мадар, право, у вас не выключен микрофон. А я, да, я… А, вы хотите сказать? Да, я ошеломлён. Давайте. Я ошеломлён, и наконец-то я получил ответ на свой вопрос, который задавал давно Камагаэтри. И ответ превзошёл все мои ожидания. Я хочу подтвердить вот эту вот ранее озвученную информацию, что когда Радхика видит отражение Кришны на своих ноготках, на ноготках своих стоп, то и Манжари видит отражение Кришны на своих ноготках. Вот это вот, я хочу подтверждение вот этого, вот для меня это ошеломляющее открытие, внутреннее открытие, ошеломляющее. И вот эта медитация на Камагаэтри, вот мы сюда, мы об этом говорим. Мы об этом говорим. Если мы говорим о медитации на Сварупу, то вот это вот мы сюда, мы вот в эту сторону идём. Фу, простите, это понятно, куда я, о чём я. Ну, да, да. Вот последняя часть я не очень поняла, первую поняла, да, что вам нужно подтверждение, что действительно ли Манжари, они также видят Кришну в отражениях своих, да? Да, вот это да, подтверждение это, потому что для меня это ошеломляющая информация. Вот. Городев, Намадар Prabhu is sharing that he's really, he's really overwhelmed with this information, actually, because I think it's like, it's from his bhajan also, and he wants confirmation. Do Манжари also see these ten Кришна's in their own toenails, like Radhika is seeing in her own toenails, like in mirrors? What Radhika do, same feeling goes to Manjari. Манжари also sees in their toenails. Radhika, what is feeling, Manjari is feeling. Что Radhika чувствует, то и Манжари чувствует. That's the beauty of... But they are true, they never become much. Они никогда не сливаются, это всегда разные личности, то есть Radhika — отдельная личность, и Манжари — отдельная личность. Одна душа, двум тела, двум тела, душа одна. Ой, какие-то звуки, у кого-то не выключен микрофон, я не слышу просто Городева. Yes, Городев. That is the point. But two souls want to show us, we cannot understand. We cannot feel it. But Mahaprabhu come to open this space, we think that is the gift of Chaitanya. He say, when you will become Manjari, you can feel it the same. Explain. You will become Radha Dasi, and you will become Manjari. What I, my Acharya will show you, if you follow that, you can feel the same, what Radhika will see. That is the master ofkomtest. Bhagavala Das Rati. Bhagavala Das Rati. You will be the same Bhava like you're somebody. И дар Махапрабу состоял в том, что он пришёл и дал вот это настроение Бхаву Ласарати, Манджари Бхаву, способность чувствовать всё то же самое, что чувствует Ратика, что чувствует Свамини. Это именно его дар, никто до этого не давал такого. Рады, рады. Благодарю вас. Виндер Махини, можно продолжение. Вот сейчас не вопрос, но у Гауранга Сундары. Вот когда, понятно, когда они двое, и они в отдельном сознании и состоянии. А когда праная, спросите праная, каково их они вообще делают, что они? Их чувства, эмоции, когда Рада это уже в Кришна, или она в Кришне, а Кришна в Радхи. То есть вот этот момент, хотя бы два слова, но если сколько можно. Что скажет? Гурдев, Рада Говинда is asking about what manjaris, what they are feeling when Radha and Krishna is in pranaya state, when they are completely merged in each other, when Radhika becomes like Krishna and Krishna becomes like Radhika, when they are feeling pranaya, what manjaris are feeling? Однажды Кришна покусал губы Радхи. А отметины остались на губах также и Рупа Манджари. Рати Манджари is asking you are a chastised girl of Radha. How your lips are cut? This is the part. It's a guru bandana. It's a guru bandana. It's a guru bandana of Rati Mandjari. If your guru is a guru, it's a guru. It's a guru bandana of Rupi Ghassvami, a guru bandana of Rupi Ghassvami. It's a guru bandana of Rupi Ghassvami. It's a guru bandana of Rupi Ghassvami. Это все сидит в руках. Так что наш спритюльный тело очень важен в нашей сварупе Абвиши, не в сердце Абвиши, в нашей сварупе Абвиши. Нужна стаи бхавы. Для чего мы совершаем бхаджан и всегда хотим быть в бхаджане, для того, чтобы зафиксировать свою стаи бхаву, свое постоянное настроение. Все знают, что такое стаи бхава, Говинда Махини? Я переведу, что это как постоянное состояние. Как сказать это? Правильно? Экспозиция мандарии к Шримаде Радхика. Сунити спросила, все знают, что такое стаи бхава? И это, как сказать по-русски, это положение, как это говорится, постоянное настроение, которое не меняется, устоявшееся. Как в манджаре по отношению к Радхике. То есть это тип отношений, устоявшийся, который уже никуда не отклоняется. Так что, Гуру Дев, это означает, что понимаете, что понимаете, что это существо про пранай, и про эти moodы в манджаре, что вы должны делать это себе в бхаджане, и иметь этот стаи бхава в манджаре, манджаре. Правильно? Да, панжаре means mind not go out, it should stay with the mantra. That is, the mind has to be fixed with the leela, асмарат. Some leela pastime is this, that chintan and pанжар. That is bhajan and kriya at the same time. Kriya means, I am in action also. I am not, and if my mind is going out, then it is no action. I am doing bhajan, but without kriya, without one pointedness. Thinking something or planting something. I am asking, what is it, 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 who are going up with the jinnas, what is it, what is it, what is it, размышлять об играх Радики и Кришны. И это будет тогда Баджина Крия. А если вы повторяете даже много Харинама, но ваш ум блуждает где-то, то вы уже эту Крию не совершаете. То есть Баджина Крия — это значит однонаправленно. То есть ваши действия, ума должны быть однонаправлены, и они должны находиться всегда в лилах. Тогда это будет правильный процесс. Если мы будем совершать Баджин вместе с Крией, то тогда мы никогда Баджин не оставим. Баджин — это значит, что в каждой активе, это значит, что мы делаем. У нас в голове и в голове и в голове мы всегда помним, и живем, и показываем наш лилах, что мы были медитировать. Так что сегодня мы идем в день, но мы имеем эти чувства, и это значит, что мы вернемся в голове. Это значит, что мы повторяем, и мы думаем, и чувствуем, что мы слышали. И потом экзернально, это не важно, что мы делаем. Гурдейв говорит, что мы всегда в Баджин, потому что это будет с нами. Это наши чувства внутри, как мандер, которые мы проводим через день. И Сунити говорит о том, что Гурдейв сказал. Он сказал, что нужно… Вот мы прочитали сегодня немножко совсем стиха для того, чтобы потом пахтать это в течение дня внутри себя. То есть вот эту картину, которая явилась нам во время сегодняшнего класса, обсуждения, мы должны ее обдумывать и во время повторения Харинамы, и просто во время других каких-то действий, которые мы будем совершать в течение дня. И тогда это можно назвать Баджина Крией, когда ум сосредоточен на лилах. Может быть, мы готовим, мы с нашими детей, мы с нашими друзьями, мы делаем любое, 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 но наша сознание всегда думает, как Мадика смотрит на свои тони, «What was that? What happened then?» И мы можем быть в течение дня в разных местах и исполнять различные наши обязанности с детьми и прочее, но в наш ум будет так или иначе приходить. Эта картина, да, как Радика стояла и рассматривала пальчики своих ног, что она там видела. И это практика на каждый день, которую нужно стараться развивать в своей жизни. И когда мы повторяем Маха-мантру или нашу Гайатри-мантру, это не должно быть просто пустое повторение, оно должно быть наполнено чувствами. И Нарайана Махараш говорил о том, что если мы наполним своё повторение Харинама или Гайатри-мантру вот этими чувствами, а не просто будем повторять, то это привлечёт саму Радику, её милость на нас, обратит на нас внимание. Actually, from Hidden Path of Devotion, yesterday I found very nice quote where Нарайана Махараш Шилогрудеф he's saying that you can chant many, many lifetimes like just chanting, but you should feel your chanting with lilas. And he's saying that three main verses about Raganuga Bhakti, one of them is Krishnam Janam Smaran Chasya. Can you remember that you should remember not just Krishna, but along with his associates, along with lilas. And this chanting filled with this lilas will be much more powerful. and he's saying that doing this you can attain your eternal goal, your ultimate goal, like one life, two lives, or three lives. But otherwise it will take, you will chant, but without this, otherwise it will take many, 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 many lifetimes. It's like from the book from Hidden Path of Devotion. I said that I one in one буквально вчера I found from the book The Path of Devotion, a little quote, where Shrila Narayana Maharas, Shrila Gurudev said that a person who can be able to repeat many lives, and nothing will be able to повторять Harinam, наполняя его лилами, наполняя его спутниками Кришны и лилами. Потому что один из трёх стихов, который он в этой книге рассказывает, повторяя за Вишванатхой, Чакраварти, такуром, и один из этих стихов говорит о том, что нужно пометовать всегда Кришну вместе со спутниками и с лилами. Тогда именно такое повторение сможет за одну жизнь, за две или за три привести к нас к желанной цели, а иначе можно повторять. Действительно, очень-очень много жизни и ничего не добиться. Поэтому прям так здорово синхронизировалось. Это Маран с Самбандой. И потом Абидея и Фрайюджан. Это блеск, что мы это делаем. Мы знаем и чувствуем, что я хочу быть служителем Шримады Радхи Я хочу следить моих Гурдей Бхах Я хочу чувствовать кто я и Плеск Гурдей Прадхи Одай Дай 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 И пометование это должно быть самбандой. Потому что сначала идёт паметование самбандой, Абидея, а потом Прайоджина открывается. И мы молим Гурудева, чтобы он дал нам это желание, жажду стать служанкой Радики и практиковать в таком же настроении, какое имеет он. Поэтому мы в своих мантрах говорим Гурудеву, про чё даят, раскрой, пожалуйста, для нас вот это своё настроение, свою жажду в наше сердце также впусти, чтобы наша практика, чтобы мы могли за счёт этого продвигаться. Потому что только это, возможно, как бы двигатель нашей духовной жизни. And we are so lucky that we can listen this together here, from Rindavan to all over the world. We get these deep impressions in our heart, and we deepen them, we deepen them, practicing by listening and practicing. And then quickly, Шимати Радика will call us in herself. Гуру Деви will call us in herself and hand us over to Шимати Радика. И мы так удачливы, что мы можем здесь собираться, преданные со всего мира, слушать Гуру Дева, общаться и тем самым взращивать эти чувства. И очень быстро Радика, она позовёт нас, Гуру Деви сама возьмёт нас и отведёт к Радике. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова These pictures themselves, maybe when Samudipana is coming, when you are in the kitchen, you are remembering how we discussed together this Lila when Radhika was cooking in the kitchen for Krishna without ornamentation. Very, very beautiful. And when you are with your child, children, and they're sitting on the lap, that some picture is coming how Mama Ishoda was putting Radhika on her lap and sniffing her hair. So, it's really precious that Гуру Деви is sharing with us because I think it's... His power is giving these pictures really very vivid, very filled with some emotions, really. Because when these pictures are coming, they are releasing some emotions and you understand that it's not you who are creating these emotions. They're coming themselves with these pictures. So, for me, it's like this. Я сказала, что вот, ну, поделиться, что вот эти наши встречи, да, мы обсуждаем в Вилапа Кусуманджеле уже год, вот, слушаем эти зумы. И на самом деле, когда Гуру Дев говорит, да, когда мы это обсуждаем, какие-то картины рисуются в уме, и потом они приходят сами во время повседневной жизни, то есть ты не вспоминаешь стихи, ты не пытаешься что-то форсировать, они сами приходят благодаря каким-то удипанам, когда ты находишься на кухне, да, может неожиданно прийти вот Талила, которую мы так долго тоже так замечательно обсуждали, как Радика готовит на кухне для Кришны, да, как вот она, ну, там очень много таких сладостных моментов, да, нюансов, и ты это вспоминаешь. Или когда, например, с ребёнком общаешься, и он забирается тебе на колени, сразу приходит вот этот стих, тоже абсолютно наполненный до краёв чувствами, когда мама Ишода сажает Радику на колени, и она её нюхает голову, да, как мама, и говорит, что ты можешь шутить в моём доме, потому что ты моя дочка, чувствую себя абсолютно свободно, и главное, что с этими картинами приходят чувства, то есть не ты что-то пытаешься да, из себя выдавливать или что-то там, а само, само проявляется, то есть она приходит, сама картина, и она вызывает какую-то вот волну такую, потом она уходит. Поэтому вот эти встречи наши для меня очень ценные, потому что вот они действительно питают каким-то непостижимым образом. вот. So what is meaning this feeling, what is my spiritual body, feeling when that becomes I feeling, that is our sarubdha, form of the feeling, take the body. Bhavadeha, right, Gurudev? Bhavadeha. Indeed, it's Bhavadeha. The feeling becomes intense, that is Bhavadeha, is our sarubdha. И что такое sarubdha? Да, говорит Gurudev. Это когда наши чувства, они потихонечку развиваются, и потом они сгущаются, и принимают форму. И sarubdha также называется Bhavadeha, то есть тело, духовное тело, состоящее из чувств. And the mind, mind always wants to go to the material thinking and material practice and non-different things. You see that? And mind, when fit in the spiritual thing, divine thing, so this is the only practice through the mind. What do you say? Mental religion. Mental religion. Is the mind a business? is your mental religion. Mind has to be one-pointed. The other thing is no meaning for me. that is your growth will grow for developing your power there. Mind will fit, and that feeling will come. Mind is one-pointed. And the mind usually how do you want? The mind wants to think about material things, about projects, about projects, about and other things, but to realize to be to practice. So, это, в принципе, подходит, что ума у нас в одном месте, мы что-то практикуем. Но для того, чтобы практиковать рагануга-бхакти, ум должен быть очень сосредоточен. То есть это потому, что рага-бхакти называется ментальной религией, как сказать, умственной. То есть это состояние нашего ума и сердца. И оно не зависит от того, что мы делаем или не делаем руками и ногами. И ум должен быть очень однонаправленным, очень сосредоточенным на своей цели. Тогда это можно назвать чинтаной, тогда это можно назвать умственной религией, ментальной религией. И тогда наши чувства, если наш ум будет сосредоточен, тогда наши чувства будут расти. И тогда мы будем приближаться к нашему духовному телу. Мои сути не в моем контроле. Я не имею знания, не квалификации. Мои чувства не поддаются контролю. У меня нет знаний, у меня нет какой-то особой квалификации. Но вам и не нужна какая-то суперквалификация. Как долго вы пытались контролировать все, и все, что мы можем контролировать. Почему? Потому что пауз и эго сидит в вашей голове. Почему это не удалось? Потому что вы все еще остались во власти ложного эго, которое сидит у нас в голове. И эго пыталось контролировать чувства. И я не знаю, почему я не верю в так много вещей, но вы придете к вашему плохому, и потом они будут играть с вами. Совершая в Айди-бхакти, вы все равно будете находиться под контролем ложного эго, и тогда могут, как сказать, всякие начаться игры ложного эго с вами, даже если вы как бы бхакти совершаете. Это Рага-бхакти, это mental religion. То есть, чтобы контролировать the mind in that place your false ego will fly away your false ego will not exist you surrender mind has to surrender when krishna start dancing in kalia kalia become balanced you remember poison our false ego is a poison when krishna will dance on the head of kalia no false ego and raga bhakti это ментальная религия то есть это что значит что ум он становится нам другом и тогда ложному эго приходит конец вот как кришна он станцевал на головах калий который олицетворяет вот это ложное эго который плевался ядом и кришна сделал его спокойным таким смиренным усмирил его ария кришна и танцуют, ты это держал на головах кришна, ты держал на голове Продолжение следует... 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 But asked from Neeti Didi, she only likes sponge Rasulullah. She loves my daughter. She knows the taste of Rasulullah. If she knows, she can eat many, many. So the taste, the taste has to know that is Rasulullah. Like, that is the taste. Test, Rujima is a taste. To not taste it, and you go to them to taste it. They have a taste of position. They have no taste of Ruchi. Yes, let me translate, please. And without Swarupa Nishthi ne pridet Ruchi. What is Ruchi? Ruchi – it's one of the meanings of Lophi. It's the taste. Where is our desire? Where is our taste? And Gurudev brought a example with Rasulullah. She said my daughter, she really loves Rasulullah. Because they are so much. And she already tried them. And she also has a taste of Ruchi. And also those who have Ruchi's taste, can't they they can give Ruchi's taste to others? It's just impossible. And on this level, the Propohedic, they have just Lopha, Pudja and Pratiždha – желание славы, денег, почести и всего-всего. Потому что у них нет ручи, они его не развили, потому что не было вот этой сварупа нишдхи. Скоро, говорит, уже следующий класс. Да, Городе. Я очень боюсь с Расика Радаговиндар. Он Расика. Я люблю его очень много. И я хочу, чтобы он приходит в Брэндаван. Нет, один час не будет для него. Он сидит долго, долго, долго и сидит. А я, говорит, очень люблю Радаговинду. Он настоящий Расика. Ему часа мало. Я зову его во Врэндаван, чтобы он приехал и пил, пил и пил своими ушами. Потому что я вижу, как он страдает, что ему всего этого мало, что он на зумах получает. Поэтому он должен непременно приехать быстрее во Врэндаван. Чтобы он говорил глазами. Да, да. Чтобы говорил глазами, пил ушами и говорил глазами. Спасибо, Баба. Рады, рады. Только рады. Спасибо, Баба. Спасибо за меня.